Всем привет! С вами Анна Нетреба. Я являюсь топ-лидером российской сетевой компании и интернет-предпринимателем в сфере здоровья, красоты и личностного роста. Я знакома с сетевым маркетингом в 18 лет и 15 из них я занимаюсь этим бизнесом профессионально. В этом видео я хочу вам рассказать, как нам помочь новичку стартовать в этом бизнесе. Итак, сетевый маркетинг – это идеальная площадка для роста и развития личности. И для того, чтобы старт был удачным, необходимо 5 важных условий. Итак, первое условие – это ваш наставник. Наставник играет ключевую роль и очень важно, чтобы у вас были 100% доверительные отношения с вашим наставником. Наставник является как бы связующим звеном между вами и самой компанией. Компания. Компания, безусловно, несет определенную миссию. И очень важно, чтобы наставник дал вам некие ориентиры. Это у нас новичок. Важно, чтобы наставник познакомил вас с той миссией, которую несет компания. И эта миссия должна пройти как бы насквозь через наставника к новичку, полностью пропитав его, скажем так, тело, можно сказать, на телесном уровне. Это происходит и за счет употребления продукции, получения результата. Это происходит потому, что новичок оказывается в среде людей, которые поддерживают эту миссию. И еще, смотрите, важный момент, что наставнику очень важно новичкам привезти в свой дом. Представьте такую ситуацию, что мама удочеряет, допустим, ребенка. И уже у нее есть семья, у нее уже есть дети. И она приводит нового члена семьи и знакомит эту девочку с другими детьми. И, соответственно, она берет ее за руку и проходим сначала в одну комнату, потом во вторую, потом в третью. То есть поскольку в компании очень много других дистрибьюторов, наставник играет вот эту связующую роль. И очень важно, чтобы новичок, он познакомился как можно с большим количеством людей, то есть таких же, как и он. Может быть, кто-то такой же новичок. Может быть, кто-то уже стал дистрибьютором, зарабатывает первые деньги. Может быть, там уже какие-то серьезные есть бизнес-партнеры с определенными результатами. Ну и так далее, и так далее. Нам важно поместить новичка вот в эту благоприятную среду людей успешных, позитивных, людей, у которых есть цель и которые уже двигаются в этом направлении. Итак, это первое очень важное условие. 100% доверие наставнику и погружение вот в эту атмосферу. Какое же второе условие необходимо для новичку, для старта? Это его желание и высокая мотивация добиться успеха. Есть очень интересная картина, знаете, с костром. Для того, чтобы костер горел ярко, для того, чтобы пламя было высоким, для того, чтобы было жарко у этого костра, мы добавляем немного воздуха. И поэтому, опять же, наставник дает эту мотивацию извне для того, чтобы открыть внутренний огонь у самого человека, для того, чтобы открыть внутреннюю мотивацию, внутренний порыв для развития, для самореализации, для того, чтобы добиваться чего-то в этой жизни. И в данном случае мы действительно вот этот вот образ костром, пускай он у вас останется в памяти, фактически мы разогреваем это желание и ждем того самого момента, когда новичок говорит, ну все, я готов, давай, что надо делать, кому надо звонить, я готов. Итак, мы переходим к третьему шагу. Третий шаг, когда новичок уже готов действовать, мы садимся и прописываем мечта, цель и план. Через мечту мы пробуждаем его все желания, все его хотелки, чего же я хочу на самом деле. Цель – это некий подростковый элемент, это понты, а не слабо ли мне пойти и сделать эту задачу, пойти из точки А и добиться, и встать в точку Б. Ну и план – это тут у нас включается уже, скажем так, элемент взрослости, когда мы рассчитываем в четкие ресурсы и распределяем все наши конкретные действия по времени. Фактически нам необходимо выстроить вместе с новичком вот эту вот цепочку мечта. Из мечты у нас выходит цель, а из цели у нас выстраиваются планы. Здесь какая может быть здесь ошибка? Если новичок действует только на уровне эмоций, у него очень быстро заканчивается мотивация буквально при первых же трудностях и препятствиях. Если новичок действует только из выгоды, мне выгодно быть сейчас с тобой, потому что я могу заработать деньги, может наступить такой момент, когда что-то меняется, допустим, в ваших отношениях или в компании, и эта мотивация уходит. Но я вам хочу сказать, что уже за тот опыт работы с моими бизнес-партнерами я прекрасно понимаю, что настоящие именно партнерские отношения с глубоким вот этим вот доверием, тогда, когда мы можем действительно положиться друг на друга, когда у нас такие отношения, через которые мы можем с вами расти и развиваться в этом бизнесе. Конечно же, эта мечта и эта цель, они должны быть построены на ценностях. Поэтому очень важно с новичком зайти гораздо глубже, глубже, чем эмоции, чем выгоды, а действительно идти в ценности. Если вы работаете на рынке здоровья и занимаетесь продвижением продукции для здоровья, то ценность, конечно, это здоровье. Если мы с вами занимаемся сетевым маркетингом, это ценность свобода, на которой мы можем здесь опереться, и которую мы можем начать развивать вместе с этим новичком. Если он готов обучаться, и ценность, рост и развитие, это все будет составлять основу его личности. Фактически нам все равно нужно будет новичка превратить в бизнес человека бизнеса, человека, который обладает предпринимательским мышлением. И для того, чтобы появился у нас с вами предприниматель из новичка, сначала он должен стать просто личностью. И на этом этапе мы просто работаем с вами с личностью, с личностью, которая будет базироваться на ценностях, и которая будет последовательно, от шага к следующему шагу, последовательно и постоянно двигаться в направлении своей цели, развивая свои ценности. Здесь мы пишем бизнес-план, сумагаем в этом нашему новичку. Итак, смотрите, четвертое важное условие для старта. Конечно же, это дисциплина. Что такое дисциплина? Система маркетинга – это такая система, где очень много свободы, и люди, которые не привыкшие к этой дисциплине, к самодисциплине, там, где слабая воля, там, где может быть слабое психоэмоциональное состояние, очень легко сбиться с пути. И если на первом этапе немножечко новичка контролировать, поддерживать его по телефону, при личных встречах, дисциплинировать его движение, это самое лучшее, что может дать наставник в самом начале. Здесь необходимо понимать, что будут трудности, будут препятствия, будет масса всевозможных соблазнов оставить всё как есть и не идти к своей цели. Только лишь большая сильная мечта, очень чёткая, понятная и конкретная цель, а также видение пути, как я могу прийти в эту цель, они будут всегда, знаете, как некий навигатор, да, помогать новичку всё-таки двигаться. Но дисциплина действительно очень важна. Нам важно научить нашего новичка самомотивации. Не мотивировать его самостоятельно, а нам нужно, чтобы новичок сам себя мотивировал, сам себя восстанавливал эмоционально, сам себя вдохновлял, находил такие источники этой мотивации, находил силы в себе для того, чтобы всё равно двигаться, всё равно идти, преодолевать эти препятствия, идти через трудности, идти, может быть, на вызов к обществу. Да, возможно, что его не будут поддерживать его родные и близкие, его окружение будет против категорически, ему придётся перейти через это, ему придётся раздвигать эти границы, зоны комфорта, ему, может быть, придётся делать то, что ему не нравится и не хочется на данном этапе. Но без этого не происходит роста и развития личности. Поэтому дисциплина, самомотивация на этом этапе будут очень важны. Ну и пятое, пятое важное условие – это действия. Действия. Только действия приведут нашего новичка к навыкам. Ну, а наработанный навык приведёт его к результату. Постоянные, ежедневные, последовательные действия. Чётко прописанный бизнес-план, рано или поздно наш новичок придёт всё-таки в ту точку, в которую он хочет попасть. Вот таким образом, друзья, вперёд, к успеху, двигайтесь, и всё у вас получится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok